Так, уже лето, а мы все на шипах. Такие уже уставшие шипы наши. Вот такая погода. Правда, снег периодически у нас выпадает, но в Киеве не было, слава богу. Видео про другое сейчас будет, сейчас все увидите, будет интересно. Это попутно я ехал за шинами, сейчас вам покажу, где наши шины, и что там происходит. Так, логово выглядит вот так, настоящее это бомбоубежище. Свет у нас есть. Так, видео, значит, я смотрю, всем интересно, не знаю, просмотры намного больше, чем на афроводных видео. Металлолом наш. Есть у нас вот такое лого. А вот всем известный ветерок. Несколько людей хотят его купить, не знаю даже, что сказать вам. Еще с продажи. Ну что, вот наше логово. Значит, там в комментариях у нас много разных комментариев по поводу штанги. Вам известная Плюшкин, сборщик металлолома. Ну, тут поедет на металлолом, да, часть. Еще не успел я его выгрузить. Хотел показать вам вот эту комнату мою. Тут у нас их 4 комнаты. Вот одна из комнат. Это непосредственно к оффроуду относится комната. Ну, сезонные шины тут наши хранятся. Диски. Так, что у нас здесь? Значит, смотрите, это шины наши с BMW летние. Данлоб, хороший. 235, 55, 17. Потом у нас еще есть Боггер. 37 на 13 R16. 6,139,7. Это под наши патрулевские диски. Они стояли на Мегауазе до того, как он стал Мега. Есть F-Bel. F-Bel продается. 1010 за комплект гривен. Ну, в принципе, в неплохом состоянии еще кататься и кататься. То есть, кому интересно, потому что не все продается. Многие спрашивают. Хочу то, хочу это купить. Потом у нас есть вот такие интересные шины. Это 40 дюймов наружный диаметр. 40 дюймов сейчас название. Что-то из американского. Но они, конечно, так изношены прилично. И уже нарезаны. Сейчас покажу. Не знаю, как тут видно. Ну, видно, наверное, да, нарезаны. Но, скажем, были куплены за относительно недорого. Так, два более лысых, как обычно. Вот нижние. Два получше состояния. 40 дюймов. Ширина 18. Или 19 дюймов. Ширина. То есть, ну, такие шины. Вот три шины. Вот я рядом стою. То есть, короче, четыре шины. Где-то метр шестьдесят лёжа. По высоте. Четвёртый в белый лежит тут сверху. Так что такие вот тут у нас залежи. Диски есть металлические. На любые автомобили штампованные. Новые БУ. Нержавые есть. Потом тут нам товарищ тоже подарил наш. Подарил мне колёса. Ну, такие. Надоест. Пойду. Тридцать пятый. То ли Купер, то ли Гудрич. Не помню, что там. Тридцать пять дюймов. Тоже шестнадцатый радиус. Ну, и баховские. Водиер Баха. Тоже это тридцать пятый. Они шестнадцатый радиус. Ну, тоже для асфальта. Для наших условий. Типа АТ-шечка какая-то. Для наших условий не сильно. Для грязевых, конечно, в белом будет повеселее. Сороковые колёса. Не знаю, могу продать. Если кому-то надо. Вообще планировал оставить. На них можно участвовать. Где-то в соревнованиях ещё. Они по регламенту проходят, в принципе. Потому что. Богер тоже оставляем. Пока есть планы поставить его на Гран-Чероке. В перспективе. Но это пока немножко не до этого сейчас. Вот зимние с Гран-Чероке ВК наши. Зимние шины уже поменены. Тут комплект ещё зимних. Это УАЗовские. Ой, УАЗовские. Это с Гран-Чероке наши колёса. 235, 85, 16. Диск АФЗ новый. Фордовский оригинальный. Короче, рессоры у Мега УАЗовские наши бывшие. Сантрак нашли в нескучном. В грязи кто-то где-то застрял. И не видно. Закопали так, что нашли только мы в следующий раз. Что тут ещё? Ну, там ещё шин куча. Какие-то старые с Гран-Чероке. Ещё хотел показать. Здесь у нас передние, передние, задние мосты. Темновато. Сейчас попробую включить свет. Это наш мост с УАЗа. Перечулкованные редуктора 21-й Волги. На нём сейчас покажу. Два моста с Гран-Чероке. Тоже планируем их применить в перспективе. Передний, задний. И мост УАЗовский. Перечулкованный, значит, редуктор здесь 21-й Волги. Он более крепкий, чем УАЗовский. БТР-овская блокировка внутри. Но мы доездили, значит, поставил я патруля, мосты. Доездили до того, что из-за воды и всего остального несвоевременного обслуживания пара разлетелась. То есть, я ещё не открывал. Кстати, будем в перспективе ставить, когда будем его открывать. Покажу, что там внутри. Но там какая-то жесть. То есть, машина остановилась. Домой я ехал на верёвке. То есть, доехать я не мог. Из-за того, что оба моста, причём оба одновременно практически умерли. То есть, вот такая ситуация. Так, снимаем одним файлом всё. Поэтому не выключаю. Что у нас тут ещё? Это задний мост. Это был передний. Задний у нас во второй комнате. Ну, немного пружин на УАЗе стояли. Девяточные, наверное. Пружины с Гран-Чероки. Со всего остального. Значит, есть разварочки у нас ещё. УАЗовские тоже продаются. Может, кому-то надо. Они были на F-белых. Они были на F-белых. То есть, разварка ну, дюймов около 10, наверное. Ну, 9 точно. 9 точно. То есть, конечно... А мост, да, с проставочками. Дисковые тормоза на всех мостах УАЗовские. Ну, тут они, я же сказал, уже они в нерабочем состоянии. Хабы вот такие у нас стояли. И АВМ-овские ставили, и попроще. В принципе, не сломали мы запас. Я думаю, кто ездил на УАЗе знает. Вот наш стандартный набор был. Новая полуось, кстати, со шрусом УАЗовская. Стандартный набор лежал в багажнике. Немножко потерял товарный вид, но он новый. И вот вторая полуось, короткая, и две задние. То есть, это стандартный набор для владельца УАЗовских мостов. Так как разлетаются они регулярно. По крайней мере, на 37-м Богере это происходило постоянно. Что у нас тут еще? Ну, есть немножко новых колесных дисков. Комплектов 100, наверное. Здесь, сейчас покажу. Здесь у нас складик. То есть, кому нужны диски на любые легковые автомобили, внедорожники от 13-го до 20-го радиуса в наличии. В наличии обращайтесь. Вот поддон, наверное, кто-то уже видел. Кто не видел, он уже здесь. С влажного гаража переехал. Так, диски колесные. Я уже сказал, литье, металл, любые. Ну, кованых сейчас не возят. Очень дорого. Там я видел, люди ищут кованые, но с коваными проблема. Так, что еще у нас тут? Магнитофон, маяк есть. Проигрыватель юность. Эксклюзивные ретро вещи. Помню их всю жизнь почти. Я думаю, вам это не будет интересно. Диски есть с Land Rover. Есть комплект бушный хороший. 5,165 или 160, забыл, вылетело с головы. Там я с транзитом путаю. Разболтовку. Хороший комплект. 200 долларов. Кому интересно, пожалуйста. Так, ну что, здесь у нас чисто диски. Здесь 20 радиусы. 18, 17. Тут большие все. Хотел показать. Это BMW. Сейчас, секунду. Есть у нас диски. Такая стоечка КНК есть. Значит, диски есть у нас для оффроуда. Вот так они выглядят. 16 на 10 шириной. К сожалению, давно бы их уже продали, но разболтовка уазовская здесь. 5,139,7. Ну, еще на Dodge, конечно, они подходят. Ну, по радиусу не проходят. Наверное. А может и пройдут. И есть еще один вариант. В 15 радиусе тоже 5,139. Стоп, секунду. Это 16. Давайте я вам покажу вот эти сначала. Хороший диск. Кому интересно, это продается все, потому что ветерок, конечно, можем продать. Но их там хватает на OLX. А с дисками. Диск 10 дюймовый, очень легкий. У меня когда-то стоял такой на УАЗе. Да, в принципе, не было к нему вопросов. Богер на нем был одет. В бел я одевал тоже. Сейчас, секунду, достану. Покажу ширину его. Вот такой шикарный диск. Да, назад как-то легче он зашел. Вот такой шикарный диск. То есть, кому надо, обращайтесь. Цена, в принципе, адекватная. Как блестит 10 дюймовых дисков. Сейчас собираем деньги на Луаз. И на его тюнинг решил показать, что у нас есть. Может, кому-то что-то понадобится. Что вам показать еще? Диски на BMW есть. 18-й радиус. 5-120. Новая реплика. Мощная. М6 реплика. Так, есть Нивовский диск. 15-й радиус. Производство Россия. Фирмы. Ой, Форвард. Что-то вылетело с головы. Сейчас не помню. Ну, не чисто Нивовский вынос. И Нива, и Витара, кстати. Вынос 20-й, насколько я помню. Или около этого. Приблизительно. Да. Хороший диск. Качественный, кстати. Цена тоже, в принципе, будет интересная, я думаю. Так, по памяти сейчас не скажу, но... Отдадим по закупке. Так, ну... Тут красивые. Darwin Racing. Обалденный диск. 4х100. 15-й. Chrome 512. 15-й. Продаем лет 10 уже, наверное, как-то он застрял у нас. 14-й Chrome. 4х100. Потом вот это есть такой у нас диск. Лидер продаж. Продавали мы его раза три. Значит, на Subaru, на Volkswagen, на Skoda. Вон, даже грузочки, видите. Ситуация какая. Вот тут следы видно, наверное. Из-за формы самого обода он достает до суппорта. Из-за этого не удается его продать. Его возвращает. Его можно продать только или на Toyota. Старую Karin. Karin E. 5х100. Крепление. Тут 100 и 112, кажется, да. Или на Polo седан. Вот те, что последние. Вот там. Ну и не последние. На Polo седан. Но там. В основном на Литье. Они, короче, ладно. Мы отвлеклись. Вот наша кучка пружин. С влажного гаража тут немножко оказалось. Заниженные на E30. Ну и куча там остального. Передние, задние. Хотел показать радиатор. Кто не видел наше видео, может найти на YouTube. Посмотреть. Неправильная парковка в лесу. Видео называлось. Радиатор. Это один раз я припарковался задним ходом. Ну, медленно просто парковался. И пробило диффузор. Пробило радиатор, как вы видите. 6 км по лесу я проехал. После чего... Ну, капиталка не только после этого случая. Но этот случай тоже, я думаю, унес в свою лепту. Ну и часть радиатор. Есть целый кусок. Так, ладно. Что у нас еще здесь? Стекло лобовое. Гранд Чироки Виджи. Это на мой. Целое вырезано с англичанина. У нас был донор. Так, секунду. Хотел показать еще диски. Которые... Сейчас, секунду. Ну, это BMW. Есть Momo. 18-й радиус. Momo итальянский. Ну, 18-й неплохой диск достаточно. 5-120. Ну, я какое-то время ездил на наших дорогах. Сейчас, особенно сейчас, вообще нереально. Я снял их. Они лежат тоже. Может, кому-то интересно. Отдам за недорого сейчас. Почему у нас? Луаз. По поводу Луаза. Сегодня звонил. Сказали, через пару дней можно забирать. Так. Этих у нас 16-х, которые я только что показывал. 5-139. Их у нас. Пару комплектов есть. То есть, если кому-то надо больше, то не есть. Так. Ну, и рядочек 20-й. Диски 20-й радиус. Блин. Очень прошу помочь продать. Продаем 9-й год. С шести комплектов продали один. Как-то было мы неосмотрительно купили. Когда был экономический подъем. Как-то люди их спрашивали. Ой, хотели. Сейчас какой-нибудь вам покажу диск. Значит, диски очень приличного качества. Альванские. Так, это что у нас? Ладно, это не 20-й. Не будем даже отвлекаться. Диски приличного качества. Есть хромированные. Есть черным покрашенные. Есть комбинированный вариант. Разболтовки в основном 5,114-5,120. Вот оно тут видно сейчас. То есть, в принципе, на все японцы-корейцы. Volkswagen Taurac 2,5 турбодизель. Только там 5,120, а остальных 5,130. Разболтовка. Вот хромированный диск. В принципе, даже дизайн видно. Ну, все японцы-корейцы. Mazda. Там CX-9, CX-7. Кто хочет 20-й. Хочет выделиться на фоне остальных. В принципе, все становится. На Луаз можно будет поставить как выставочный вариант. Конечно, только резину купить. Сейчас не готовы пока к этим движениям. То есть, есть полностью черные. Сейчас я комплект открою. В смысле, не комплект, а один диск. Покажу. Так, чисто для этого. Ну, тут уровень приличный, качество. Приличный уровень качества. Упаковка хорошая. То есть, пластиковое колечко. Все. Вот такой шикарный диск. Давайте уже полностью покажем, чтобы было понятно. Может, кого-то заинтересует. Может, кому-то на подарок. Сразу скажу цену. Ну, комплект получается 20-х дисков. Ну, так, чтобы для зрителей моего канала 600 долларов комплект. То есть, по 150 долларов за диск. Покупали по 200, насколько я помню. Была цена оптовая, розничная. Где-то 250 было. То есть, по 150 долларов. 20-й радиус. Кому интересно, пишите. Я сброшу фотографии остальных. Здесь у меня нету. Ну, не будем открывать. Они тут, здесь все. Ну, разные там варианты. Черные. В хроме есть вот с таким рисунком. То есть, они все с полкой. Ну, такие интересные модели. Так что, я думаю, сможете что-то подобрать, кому они нужны. Так, еще хотел показать. Так, ну, тут металлоломом завалены проходы. Нашим. Лопата шикарная есть, кстати. Очень острая. Низнержавейки. Рулевое. Запасное. Это с гран-чероки праворульного. Так, ладно. Мы отвлеклись. Что у нас здесь? Здесь у нас гран-чероки. Мой донор лежит. Разобранный весь. Начиная от сидений. Капот, крышка багажника. То есть, по гран-чероки есть все двери. Есть капот, крышка багажника. Крыло одно у меня стоит на машине. Есть передний бампер. Даже два. Один мой. Вот это он. И второй с limited. С 4.7. С моего же. Сейчас не покажу, где он. Не знаю. Где-то завален здесь. А, вот он лежит. Вот он, вижу. Вот он бампер передний. Синего цвета, как крыло. На гранде моем. Так. Ну, такое. Еще хочу показать один диск. В принципе, я думаю, вам понятно. Загружен я металлоломом нормально. Ну, и не только. Чем-то полезное. Багажник не продается на крышу. Это мой. Хотел показать еще. Значит, смотрите. Есть, кого джиперов интересует. Так. Это моя тоже лебедка. Мой спортивный руль. У меня было BMW когда-то 30-й кузов. 28-й. Вот этот на 28-м у меня стоял. Поставим на УАЗ, наверное. Так. Это у нас якорь. Работает он. Не знаю, кто видел. Возьму на покатуху. В следующий раз. Работает он по принципу. Совсем не такому, как... Вот мы показывали несколько раз. Сейчас покажу еще. Что-то тут не хватает. Что-то деталей. Ну, ладно. Найдем потом. Забивается он вот так в землю. Вот таких можно забить колышков. От трех до пяти. Вот по количеству отверстий. Вот так он ставится. Да, пять. Да, пять. Пять можно забить. И говорят, очень эффективно работает. То есть, был давно он куплен. Но так мы его ни разу не протестировали. Ну, я думаю, протестируем. Это мои колеса. Так, диски, диски, диски. Значит, придется тут немножко нам все-таки разрыть. Значит, есть еще вот такие диски. Это тоже нам они не подходят, так как мосты поменены. Ну, и кажется, еще комплект, я не помню, остался у нас новый или нет. Но это почти новый. То есть, он практически тут выехал пару раз. По нему видно, в принципе, пылью припавши. 5.139.7 15-й радиус. Сейчас, секунду. Вот эта шикарная шина, 40-дюймовая, которая называется на блин к моему стыду не все знаю я бренды. Ну, такой он у нас не сильно раскрученый, наверное. Сейчас хочу размер вам найти, показать. Размер шины. Размер шины. Вот она, направленная стрелочка. Без камерка. Вот он, значит. 17 на 40 на 15. Я не знаю, видно. Должно быть видно. 17 на 40 на 15. Шина, конечно. Это, она сейчас одета. Ага, балансировочку нам делали. Сейчас покажу. В грузовом шиномонтаже. Координаты есть. Рекомендую, ребята. Красавчики. Это не те, которые. Те тоже красавчики. Но эти. Чисто по грузовикам. Очень серьезное там оборудование у них. Обратите внимание. Грузики. Значит. Какая ситуация. Я одел их на УАЗ. И пытался поехать. Там надо было километров 100 по асфальту. Ну, там сломался генератор. Поехать не удалось. Ну, пока по Киеву ездил. Ну, реальная жесть. То есть, вес. Ширина 17 дюймов. Наружный 40. Ну, конечно, вес колеса плюс дисбаланс сумасшедший. То есть, машина в резонанс входила невозможно по асфальту. Я заехал к ним. Грузовой шиномонтаж. Вот грузки, не знаю, тут 200 грамм. Или больше. Ну, какой-то вес был такой приличный. Ну, они мне помогли. То есть, они поставили мне грузики. Я смог передвигаться по асфальту достаточно. Ну, конечно, все равно не так уверенно, как, допустим, на тех же багерах 37-х. Но, по крайней мере, в резонанс не входило. Ехать было можно. Так что, применим мы их впоследствии. Сейчас, я думаю, движение пойдет у нас. Продадим все 20-е диски. И все остальные тоже. Здесь я покажу. Есть у нас много. Вот 52-36C. Это какие-то маленькие. 14-е, 15-е. Шкода 15-е есть в хорошем состоянии. Железо. Короче, очень много вариантов дисков. Металла, литья. Еще раз повторяюсь. Какой-то вам еще показать. Что у нас здесь. Так что, есть у нас не только металлолом. Есть еще что-то полезное. 5-114, 67-я ступица. Вот на Луаз железо лежит внизу. То есть, там сейчас определяемся, если будем ставить с бедлоками делать. 15-й радиус. Вот у нас уже диски есть. Я их вижу. Я их вижу. Уже это Мазда написано. Маздовские диски. Ну, подойдут без проблем. БМВ есть 15-я. Штамповка алюминиевая. Очень легкие. 5-120 с Е39. Уже, не знаю, сейчас, наверное, не сильно востребованы. Хотя, если кто-то хочет легкие, то поможет. Так что, якорь. Якоря есть два. Кому нужен, один можем продать. Я только не вижу остальные запчасти с двух. Ну, где-то есть они, я думаю, что найдем. По поводу кевлара, я думаю, все знают. Вот это кевлар, который использовался буквально несколько раз. Но, все-таки, конечно, нежно. Он купленный был за 175 долларов в Америке. Ну, что вам сказать. Дети порвали, ездили на покатуху без меня. Порвали его. И, ну, до этого мокрым на лебеде стоял долго. Короче, кевлар требует обслуживания постоянного. Кевлар кусок остальной. Так как делать это некогда и негде. Получается, конечно, он не очень нам подходит. Стойки БМВ. Мои амортизаторы Плаза любимые. Вот такие с рем-ставками. Вот такой шток. Сейчас у меня такие же стоят на семерке. Сейчас покажу. Однотрубники. Вот такой толщины шток. Только у меня бельштайн стоит. Это по такому же принципу однотрубник сделанный ленинградской и питерской фирмы Плаза. Тоже очень мощные, качественные. Конечно, семерка на них по управляемости близка к пятерке, к тройке. Ее не раскачивает. Она очень четко работает. Так, ну, в принципе, все, что я хотел показать. Все показал, рассказал. Интересует продажа дисков в белых шин. Все, металлолом избавляемся. вот тут еще один двадцатый диск у меня есть на витрине. Это он в пыли. То, что надо срочно продать. Чем больше мы и быстрее продадим, тем тюнинг луаза будет намного круче. Просто там, я не знаю, что уже с ним делать, но хочется что-то сделать. Так, сейчас еще покажу четыре комплекта. Вот хороший вариант 5-120 комбинированный красивый диск. Кстати, кто тракторные колеса будет на Лапландеры ставить, они подойдут. То, что Саша делает в Житомире. Ну, этот я уже показывал в коробке. 5 комплектов у нас осталось. Вот такое у нас был сегодня экскурсионное видео. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. В чип Мне